Всем добренького утречка, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сейчас только что смонтировала вам видео там, где я снимала День рождения Дени и там, где я прошлась на новую спортплощадку, которая, кстати, находится недалеко от нашего дома. Я, честно говоря, очень рада, что вот рядом, буквально в шаговой доступности, есть такая новая спортивная площадочка, хорошенькая такая, с тренажерами, там рядом детская площадка есть. И я там попробовала немножечко поупражняться на разных тренажерах, я их испробовала. Меня поснимала моя невестка Наташенька. Вот, спасибо ей, что она со мной сходила, ну, по крайней мере, хоть была возможность такая, чтобы меня кто-то снял. Вот, ну, мне нравится. Там, кстати говоря, и бабушки, и дедушки занимаются. Прям здорово. Меня это порадовало, прям необычайно порадовало, что это рядом, и что, я там не одна такая, не молодая женщина. Вот, ну, короче говоря, теперь есть куда походить, прогуляться. Вот, если я теперь захочу выйти прогуляться, я уже буду знать, в каком направлении мне идти, где мне там подоходиться. И, в общем, не бесцельное будет просто блуждание по улице, а можно будет пойти и там поупражняться спокойно. Я теперь уже даже, если там никого и не будет из бабушек, все равно я уже не стесняюсь там на этих тренажерах, честно говоря, и поупражняться. Мне как-то вот уже не стеснительно нормально. Вот, и даже, может быть, сегодня, я не знаю, у меня есть кое-какие дела, которые надо поделать, но, может быть, даже сегодня я смогу туда прогуляться. Посмотрим, не уверена. Но погода сегодня отличная, прекрасная, шикарная. Вот я только что прикрыла окно для того, чтобы шум не был. Там ветер, и там и собаки лают, и у нас копают во дворе еще. А, кстати говоря, когда я снимала вот это видео, где на тренажерах, там мы уже где шли по аллее с Наташей и дошли до тренажеров, там был ветерок, и он как-то вот влиял на звук. Я снимала на телефон, и звук там где-то немножко, вот этот вот лишний шум. Но, девочки, этот звук удалить я никак не смогла. Ну, не удалять же все это видео. Ну, там все-таки есть что интересное. Кстати, если кто не смотрел, зайдите, посмотрите, как я занимаюсь на тренажерах. Вот, ну, со звуком ничего поделать я не смогла. Вот, ну, а сейчас, девочки, я должна позавтракать, и мне нужно еще себя в порядок привести. И, в общем, посмотрим, что я дальше уже определюсь, что я дальше буду делать. Пойду погулять или буду готовить. Кое-что приготовить я хотела, но как бы готовить, не готовить, еще не знаю. А, кстати говоря, я познакомилась с этими бабушками, и там вот у них коллектив, соцпрограмма какая-то там у них есть. В общем, они говорили, там надо записаться. Ну, я телефончик там взяла у них, и, в общем-то, у их руководительницы телефончик взяла, и свой телефон оставила. В общем, созвонимся. Они меня пригласили к себе, у них будет концерт 30 сентября, это день пожилого человека, оказывается, я вот и не знала. И у них будет там концерт, хор там у них есть, они хором поют. В общем, они меня пригласили, это будет в библиотеке там у нас на конечной. Ну, схожу, посмотрю, мне просто интересно, любопытно посмотреть, чем они там занимаются. А вдруг мне понравится, я туда буду ходить тоже. Посмотрим. Так, ну все, девочки, пошла я завтракать. Девочки, я купила вот на этот раз месли другие, вот такие вот запеченные с орехами. Ну, вот хочу я их попробовать. Пусть настаивается чуть-чуть. Девочки, месли вот эти очень вкусные, они немножечко другие, отличаются от тех, которые я брала в прошлый раз. Здесь орехи фундука, прямо даже целиком. Изюм, орех, арахис, семена подсолнечника, ну и помимо этого еще, еще другие какие-то семена. В общем, сушеный рис, хлопья овсяные, там все это жареное, в общем, такой хрустященький, такой вкусный, такие месли. Прямо, мне прямо это больше нравится, даже чем овсяная кашка. Она мне, правда, поднадоела уже. Поэтому я буду вот это вот, овсянку иногда есть, а иногда вот эти месли. Вкуснятина. Девочки, кстати, забрала я заказик Фаберлик. Хочу вам показать, что я заказала. Ну, я заказала вот такую ложечку с дырочками. Это я заказала для себя. Вот пельмешки вылавливать, очень удобно будет. Здесь полностью все просиликоненное. Фаберлик Хом. Внутри что-то металлическое, а вот все полностью здесь силиконовое. Вот эту вот лопаточку я взяла для дочки. Она, видите, какая гибкая. Гибкий кончик. Ну, это вот крем намазывать, что-то, может быть, размешивать. Для кулинарии очень хорошо. Ну, и для того, чтобы у нее был комплект все одного цвета. И вот такую вот кисточку силиконовую тоже для нее. У меня лопаточка вот такая кисточка есть, но другого цвета. Но мне как бы не надо. Вот ей то, что надо. То, что надо ей. Еще, девочки, я заказала вот второй этап для похудения. Ускорение идет. Здесь два флакона, два пузырька. Ускорение блок калорий и ускорение метаболизма. Вот это вот уже пойдет у меня вторым этапом. А сейчас я пью первый этап. У меня уже половина осталась. Идет первый этап очищения. Ну, и после второго этапа будет уже третий этап. Это будет попозже. Еще я заказала омега-3. Я вам уже говорила, что я это заказывала. Но сын у меня тоже захотел, попросил. И поэтому я заказала еще один себе и один сыну. Хорошая скидочка по акции. В общем, хорошая цена. Поэтому взяла. Ну, и вот он новый каталог. 15 каталог. На следующий уже идет этап. Ну, и полистаем. Посмотрим, что здесь интересного. Какие интересные скидочки будут, акции и так далее. Ну, а сейчас я пойду мыть голову. Ну, вот это моя любимая шампунь и бальзам Ботаника. Ссылочку на Фаберлик я оставлю в описании. Заходите, смотрите. Очень много хороших. Там вещей есть и одежда. И выбирайте, что вам нравится. Хорошие скидки, хорошие акции. Так, девочки, я искупалась, голову помыла. А сейчас вот я хочу сделать вот такие патчи. Это тоже Фаберлик. И надо под глазки делать патчи. Ну, нужно какой-то уход делать. Да, вот такие вот они. Так. Я что-то их давно не делала. Забыла уже, как их класть. Ну, вот, похожу чуть-чуть с ними. Во. Сейчас лягу, немножко полежу. Филик посмотрю. Надо отдохнуть. Я почему-то после купания всегда устаю. Я не знаю, это у меня одно такое или у кого-то тоже так есть. Так, я патчи правильно прилепила или неправильно. Не знаю. Может, неправильно. Ну, и все равно так тоже пойдет. Надо отдохнуть. Девочки, я, кажется, неправильно прилепила. Широкая надо на наружную часть лица, а узкая надо к носу. Ну, я вот поменяла местами. Все, 20-25 минут. Это с гиалуроновой кислотой гелевые такие патч-маска написано. Все. Красавица. Ну, что, мои хорошие девочки, в общем, ничего мне сегодня не удалось. Никуда пойти и ничего я не готовила. Вот, провозилась я с видосом. Потом что-то я прилегла отдохнуть. Вы знаете, вот, когда солнце высоко стоит, вот, меня разморило, честно говоря. Я включила телевизор и смотрела, смотрела, прям проваливала сон. Короче, поспала. Проснулась, доделала видос. Смотрю, уже потемнело на улице. Ну, и все. Понятное дело, никуда не пойду. Ну, и готовить я решила сегодня ничего новенького. Не готовить, подъедать то, что есть, потому что завтра я еду у дочки на выходные дни. И уже свеженькое что-нибудь буду готовить уже, когда приеду от нее. Вот. Ну, и все на сегодня. Просто сейчас буду отдыхать. Но, слава Богу, что я закончила, завершила свои дела. У меня нету незаконченных дел, поэтому я спать должна спокойно, должна выспаться, надеюсь. Вот. Ну, все. Завтра я уже к дочке собираюсь. Ну, и все. Спокойной ночи вам скажу. До завтра. Завтра увидимся. Продолжать буду влог. До свидания. Милка с шариком играется, да? Ты молодец какая. Киська. Давай играйся с шариком. А Дыня яблочко кушает, да? Да, молодец. Всем доброе утро. Я у дочки. Мы уже с Денечкой тут телек смотрим. Мамочка еще спит пока. Ну, дождемся, пока она проснется. И будем решать, что дальше будем делать. Чем будем сегодня заниматься. Милка играется с шариком. Куда потащила шар? Я привязала фантик к веревочке от шарика. Фантик поднимается. Милка его схватит и тащит. И шар за ней. Давай, неси, неси. Давай. Хозяйственная. Вот так вот понесла. Да. Ты готова, моя красотулечка? Да. Ну, давай. Иди гуляй. Иди гуляй. А мы с Денечкой сейчас будем танцы смотреть. Сейчас Денечка купается. Он видит что-то танцы. Я когда вечером смотрю танцы, все время. Мама, с танцы. Он говорит, с танцы. Ну, вот мы танцы посмотрим, потом спать ляжем. Его положу. После танцев спать. Да. Не скучайте. Не будем скучать. Всем доброго утречка. У нас еще хорошая погода, девочки. Деревья еще зеленые. Ну, чуть-чуть только желтеют, начинают. Вообще, днем 25. Правда, ветерочек прохладный. Утром, вечером прохладный. Ну, вот ночью 16 было. Это не так-то холодно. Ну, если бы не ветер, было бы вообще суперотлично. Кому-то нравится вид из окна. Вот снимаю для вас вид из окна. Все проснулись. В гости пришли. Виталик с Настей. И все. Детки у нас там лепят. А тут кронштейны вешают. Я к детям иду. Что они делают? Они пластилином лепят. О, так, Деня уже решил все испортить, что он слепил. А Настюшка, вот она молодец. Ну-ка, покажи, что ты там слепила. Я леплю сейчас сломала, а слепила хрюшку. Хрюшку, молодец. Вот Настя молодец. Ну, а Деня пока еще что-то. Сегодня, он вчера что-то слепил, тарелочку сидел, ковырялся. Там фрукты на тарелочке. А сегодня он ничего не хочет. Решила сделать я один стейк. Сейчас вот, дочка уже руку набила на этом деле. Но я смазала немножко маслом. Посолила, поперчила. Сейчас сковородка накалится, положу. Ну, и с каждой стороны по 3 минуты. Примерно так я поняла. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, вот такой стейк появился. Получился стейк с кровью, сочный. Сейчас буду пробовать. В общем, по 3 минуты с каждой стороны. Примерно получилось. С дочкиной подсказкой. Ну, я сделала сегодня еще раз икру кабачковую с баклажанами. Вот такая у меня получилась байдочка. Большая такая, хорошая. Ну, и все, буду икру сейчас с мясиком есть. Все при делах. Люблю, когда все при делах. Все. Все чем-то заняты. Настюлечка тут сама играет. Денька сам играет. Настюлечка там лечит куколку, играется с куколкой. А Мила сидит и наблюдает. Все. Занимайтесь. Доброе утро, девочки. Я только что недавно приехала от дочки. Уже привела себя в порядок, скупалась. Все. Вот. Ну, я сегодня какая-то такая уставшая. Ну, как всегда, после выходных. Мне ничего не хочется делать. Так что я сейчас пока что буду отдыхать, там в порядок себя приводить. Особо ничего готовить пока еще не буду такого серьезного. Что-нибудь такое перекушу по-легкому и все. Вот. Так что я, в принципе, хочу уже влог уже закончить. Но прежде чем закончить влог, я хочу ответить на один вопрос подписчица. Мне писала, который вопрос не попал. Вот в видео вопросы-ответы написала она в комментариях. На что бы вы потратили 100 тысяч рублей, вот если бы вам дали и сказали, вам нужно обязательно их потратить в течение месяца и только для себя, на себя любимую. И вот я думала, что, да, на себя любимую я, в общем-то, никогда не задумывалась. Ну, не то, чтобы никогда, но как-то вот не задумывалась я. На что бы я потратила эту сумму денег, при том, что на себя. Но раньше бы я, допустим, потратила бы на машину, чтобы машину как бы улучшить. Там, эту модель продать, другую продать. Но это бы я сделала, если бы я работала, если бы я на машине регулярно ездила. Ну, а так как я на машине нерегулярно ездила, я не то, чтобы ее менять. Я ее дочке отдала. Пусть она ездит, пока ей она нужна. Вот. Ну, и что? Думаю, так, на вещи, на одежду. Ну, я как бы не стала вот эти деньги растрачивать. В общем, мне особо никуда не хожу, чтобы какие-то наряды наряжаться, да. Но вот, что я подумала. Первое, что мне вот пришло в голову, если бы, допустим, себе в удовольствие, я бы, наверное, потратила на путевку какой-нибудь санаторий. Вот я вспоминаю санаторий, я была один раз. Это мне было 20 лет. Это еще в советские времена. И вот какой, 85-й, нет, 84-й. Я была в 84-м году. Ну, да, мне было 20 лет в 84-м году. Уже сбилась с чего-то. Вот. Я была тогда еще не замужем, детей не было. В общем, и мне попалась путевка тогда по профсоюзной линии, по профкому, там, со скидкой какой-то. Я еще в аэропорту работала. В общем, я отдыхала в Нальчике, мне очень понравилось там. Вот. Но сейчас уже так, как вот эти сложные всякие обстановки, поэтому куда-то далеко бы, допустим, от Ростова, от дома ездить. Да что ж такое? Была тишина, не сверлили. Теперь вот вдруг я начала снимать, начали сверлить. Куда от этого деться? У дочки от этого никуда не деться. И здесь тоже. В общем, девочки, вот это вот у меня, как, знаете, запал, вот этот такой вот прекраснейший отдых. Мне там понравилось все. И свежий воздух, и процедуры, и питание, там, и досуг. В общем, буквально все-все-все понравилось. Вот эту всю жизнь я вспоминаю вот этот вот прекраснейший отдых в том санатории. Я не помню, как он называется, но там, по-моему, он был тогда не один. И вот эти грязи, там, минводы. В общем, все прекрасно было. Вот. Вот, хотелось бы вот такой отдых отдохнуть, повторить. Но даже если я тогда была 24 дня, даже хотя бы там, знаете, пару недель было бы предостаточно. Даже дней 10 бы хотя бы. Было бы здорово. Вот на это бы я потратила. Я не знаю, сколько сейчас стоит нынче путевка туда. Но, допустим, если она там меньше 100 тысяч, то, допустим, я бы еще купила каких-то там вещей, чтобы мне там куда-то вот выходить было бы с вещами, знаете, с какими-то, ну, не Василек же, знаете, одевать. Ну, какие-то вещички бы докупила. Такие, ну, не из дорогих, такие приличные, но недорогие. Вот. Что еще? Ну, а если не выезжать никуда из дома, да, ну, может быть, я бы сделала бы ремонтик. Ремонтик бы сделала, да. Что-то как-то бы обновило вот у себя дома. Так, девочки, меня прервал звонок от сына. И на чем же мы остановились? Вот ремонт. Я хотела сказать вам, да, что если не санаторий, то на втором месте вот у меня стоит как бы ремонт. Я бы здесь сделала бы у себя ремонт, кое-какую мебель, может быть, поменяла бы. И мне бы 100 тысяч, наверное, не хватило бы наверняка, потому что, ну, ремонты, они всегда стоят недешево, при том, что если какую-то мебель поменять, то и тоже надо денег побольше. Вот. Я не знаю, относится это вот для себя это или не для себя, 100 тысяч на себя или не на себя потратить. Если этот ремонт, это как бы не на себя считается, а вот именно лично-лично для себя, вот как я, вот оно, да. Ну, однозначно я бы никаких операций не стала бы делать, я имею в виду на лице, там, не губы надувать, ничего такого не делать. Вот. Ну, может быть, какие-нибудь процедурки там походила бы к косметологу, там, что-то такое, знаете, вот для улучшения, для самочувствия, для... В общем, короче говоря, немножечко там для самочувствия, немножечко для внешности, тогда бы вот на эти деньги вышло. Вообще, на самом деле, хочу сказать, 100 тысяч, это немного, это вообще немного денег. На самом деле, их все равно по-любому ни на что не хватит. Вот. Ну, я надеюсь, что я на ваш вопрос ответила. Если я что-то не точно ответила, если нужно как-то по-другому эти 100 тысяч потратить, вы мне тогда напишите в комментариях, на что конкретно, я тогда отвечу вам, на что бы я конкретно потратила. Вот. А вообще, на самом деле, если бы не на себя, допустим, потратить деньги, да, то, может быть, я бы... Вообще, даже не 100 тысяч, вот у меня бы, если бы привалило так вот полмиллиона, например, в двух раз откуда-то свалилось бы, то я бы дала бы сыну на первый взнос, сыну невестке, чтобы они взяли ипотеку. Вот. Хотелось бы, чтобы они все-таки жили бы в квартире. Ну, пусть бы не в такой, допустим, шикарной, как у дочки, пусть это было бы вторичное жилье, но пусть все-таки была бы квартира своя и площадь побольше, чем та, в которой они сейчас живут. Все-таки тесновато. Ну и все, мои хорошие, я на этом хочу свое видео закончить, потому что я сегодня дальше буду отдыхать, ничего сегодня делать не буду, ну а следом я начну следующее видео. Надеюсь, там много чего интересного, полезного для вас будет. Ну, а кому видео это понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока!